После первой русской революции вскоре мне пришлось оставить Забайкальскую область и переселиться в Кременец, а затем в Каменец Подольск. Здесь я снова начал вести проповедническую деятельность, которая пошла прекрасно и успешно. Слушатели стекались тысячами, но к моему горю здесь дьявол снова восторжествовал надо мною. Здесь, в этом городе, я горячо полюбил одну девушку. В свою очередь и она самоотреченно полюбила меня. Для нее я готов был на всякие жертвы. Любил я ее, как никого никогда в жизни. Любви моей не было границ. Я полюбил ее за необыкновенный характер. Добрый, тихий, кроткий, молчаливый. Она владела всем моим существом. Так тянулась моя жизнь четыре года, и за эти четыре года я окончательно забыл Христа. Временами я вспоминал Христа, но это было очень редко, и нужно сказать правду, если я его вспоминал, то с каким-то тяжелым мучительным чувством. Мои отношения ко Христу за это время, к моему удивлению, совершенно изменились. Только раз в жизни пережил я это странное явление. Прежде, как бы я далеко не отходил от Христа, все же я чувствовал к Нему какую-то интимную родственную близость. Когда же я полюбил эту самую добрую девушку и стал ее близким другом, мой Христос в моих к Нему чувствах совершенно изменился. Он стал для меня Богом внешним, далеким, грозным, карающим грешников и страшным судьей строгого правосудия, а от Него веялось смертельным ужасом. Вместе с этим я чувствовал и глубоко был в том уверен, что сам-то Христос эту самую девушку очень любил, и мне казалось, что она была как бы дочь Божия, что в ней было что-то неземное, небесное и святое, и ее дивный характер был соткан из одних нежных и светлых лучей любви Христовой. Я и теперь твердо верю, что Христос никогда ее не оставит, потому что она не была обыкновенной девушкой, в ней скрывалось глубоко нечто таинственное, божественное и чарующее. Я и сейчас ежедневно горячо молю Господа, и до самой своей смерти буду горячо Его молить, чтобы она не лишилась Царства Христова. В то время я часто по целым ночам предавался размышлению. Размышлял я о том, как неисповедимы судьбы Божьи в моей жизни. Вся моя жизнь была даром самой бесконечной нежной любви Христовой. Господь мне никогда не отказывал ни в чем. Характерной нитью через всю мою жизнь проходила помощь Божия во всем, не исключая какого бы то ни было моего желания. Если в чем-либо Христос долгое время и не мог откликнуться или отозваться на все мои вопли и стенания, так это лишь в том, что я был по-прежнему и любил Его. Но в этом я был сам виновен. Причина же молчания Христа лежала опять именно во мне самом. И вот я думал, если Спаситель будет судить меня только по мере излиянной на меня своей любви, тогда я окончательно погибну, спасения мне не будет. Мне даже представлялось, что если и самый всеобщий страшный суд Христов будет состоять только из одной чистой любви Христовой грешникам, то он тем самым будет невыносимым судом Божиим. Самые величайшие наказания и муки грешника будут, по-моему, состоять из бесконечно изливаемой оскорбленной любви Христовой на сопротивляющихся грешников. Ничего нет страшнее и мучительнее такого всякого зла, как святая доброта Христа и Его бесконечная любовь. Вот этой-то доброты ко мне Христа я и стал за последнее время страшно бояться. Я понял, что Бог страшен не в гневе, а в своей любви к грешникам. И мне чувствовалось в то время, что если теперь Христос будет ко мне добр, то через это Он будет для меня страшен и мучителен. Его оскорбленная мною любовь будет для меня настоящим адом. Пусть Он за мои грехи карает меня по всей строгости своего божественного правосудия. Только бы Он не был ко мне по-прежнему добр, ибо я Его доброты не вынесу. В это время, если бы явился мне Христос и, кротко взглянув на меня, сказал, «Спиридон, несмотря на то, что ты прогневляешь меня и грешишь предо мною, я все больше и больше люблю тебя». Эти слова Господа были бы равносильны для меня самым величайшим мукам, перед которыми все муки ада показались бы блаженством. Искренно и горячо любя эту девушку, я чувствовал и все более и более опознавал, что в моем сердце не было места моему сладчайшему Господу. Он был из Него вытеснен. Одно лишь имя Его в ту пору как-то еще трепеталось на моем языке. Самого же Его не было возле меня. Тут я понял, что я опустился на самое дно всякого зла, откуда собственными силами мне уже не было возможности высвободиться. Если я и говорил проповеди, привлекал на них массу людей, вызывал у них потоки слез и служил литургию, и совершал таинство церкви, то все это было без живого Господа. И на все это я смотрел, как на свое мертвое церковное ремесло. Живой же деятельной веры во Христа в то время у меня уже не было. Эта же самая девушка всегда со слезами молила за меня Христа, чтобы я стал ближе к Нему, чтобы я снова полюбил Его и полюбил Его всем своим существом. Но Христос сразу на ее горячие молитвы не отвечал. И я знал, почему Христос не отвечал на ее пламенную молитву. И вот до настоящего момента совесть моя меня страшно бичует. Она бичует меня за ту, самую благороднейшую девушку, которую я, как мне кажется, оторвал от Бога и от неба, и умертвил ее святую чистую душу. Но вместе с этим, тяжелым чувством, я всегда в своей душе ощущаю светлые проблески духовного утешения. Я горячо верю и твердо надеюсь, что Христос всегда видит и слышит мою пламенную и прискорбную молитву о ней, ежедневно возносимую мною к небу. Я более чем уверен, что Спаситель примет, спасет и удочерит ее Отцу Своему Небесному. Я до тех пор не успокоюсь душой и не перестану докучать свою молитву Христу, пока не узнаю и не буду уверен, что она действительно, как истинная любимица Христа, будет сопричастна лику святых дочерей Господних. Я никогда не могу забыть ее муки и страдания, перенесенную ею ради моей души. Она от избытка своей христианской любви ко мне неоднократно становилась передо мной на колени и, обливаясь горячими слезами, просила и молила меня, чтобы я снова полюбил Христа, снова вернулся к Нему, снова зажил прежнюю христианскую жизнь. «Я, — говорила она, — готова на все самые ужасные жертвы, вплоть до самой смерти, лишь бы ты опять был во Христе и опять сочетался с Ним. Кроме нее, у меня в Каменце было очень много и других близких благочестивых людей, которые так сильно любили меня, что всегда наполняли тот храм, где приходилось служить мне, и они всегда окружали меня и старались неразлучно находиться со мною. В то время я глубоко и искренне осуждал себя. Прежде всего осуждал я себя за эту девушку, осуждал себя за свои тяжкие грехи, осуждал себя за уход мой от Христа, осуждал себя за то, что я, как священнослужитель, стремился перед людьми казаться святым, праведником, духовным поборником религии, ревнителем православия, одним словом, не тем, каким я был на самом деле. Наконец, осуждал себя за то, что моя повседневная жизнь совершенно расходилась с теми моими проповедями, которые я произносил людям. Все это меня страшно всегда мучило и тяготило. Я не раз от этого рыдал душой. Когда последовало сенотское решение о переводе ревностного служителя и проповедника Церкви Христовой, епископа Серафима из Каменца в Екатеринбург, тогда и я вскоре перевелся в Омск, а потом в Одессу. Здесь на меня была возложена обязанность посещать ночележные дома и говорить в них, босякам, «Слово Божие!» С большой радостью я исполнял эту для меня священную обязанность. Босяки скоро горячо ко мне привязались. Я очень жалел их. Не могу умолчать и о том, что среди них были рабы Христовы. Я всегда им удивлялся. Но прежде и больше всего меня удивляло то, как наш несчастный трудовой народ еще не утратил веру в Бога и не потерял в себе Христа окончательно. Надо ведь сказать правду. Не перед кем-то христианская церковь не виновата, как исключительно перед рабочей христианской массой. Она в лице своих церковных князей, представителей алтаря Христова, никогда не спускалась в эту трудовую массу. Никогда не вносила в ее страдальческую жизнь света Христова. Подлинно удивительно, как еще эта масса, веками лишенная евангельского света Христова, сохранила в своей душе Христа. В самом деле, были ведь придворные священники, есть военное духовенство, есть сельское духовенство, есть, наконец, тюремное духовенство. Но не было и нет рабочего духовенства. Во главе которого должен стоять митрополит, или, по крайней мере, какой-нибудь архиепископ, вы всегда встающий на защиту этой обездоленной массы от всяких эксплуататоров, начиная от самого государства и кончая каким-нибудь жалким фабрикантом. Тогда бы эта многомиллионная масса рабочего людя не сторонилась от церкви, как от равнодушной к ней мачехи. Нет, эта живая масса обездоленного людя смотрела бы на церковь, как на свою родную мать и защитницу, попираемой на земле христианской правды. Невозможно было не относиться сочувственно к этим несчастным рабочим людям после тяжелого труда на пароходной пристани, приходившим ночевать ночлежку. Мне приходилось близко знакомиться с их жизнью. «Боже мой!» — говорил я сам себе. «Если бы я хоть половину их труда перенес ради того, чтобы унаследовать Царство Небесное, я бы поистине не был угоден Господу». И мне было грустно смотреть на них, но еще грустнее смотреть на самого себя. Стыдно мне было за себя перед этими несчастными бедняками, бездомные, вечно живущие в проголодь, всеми отвергнутые бедняки, все же они, несмотря на свою каторжную жизнь, верили во Христа, любили Его и молились Ему, часто с горячими слезами. Я же, всегда одетый, всегда сытый, выхренный служитель алтаря Христова, проповедник Евангелия Христова, все время своей жизни живу без Христа, живу без живой в Него веры, без всякой с моей стороны любви к Нему, и мне досадно было на самого себя. Я тяжело скорбил душой. В самом деле, кто я был сравнительно с этим обездоленным, всегда бесчеловечно измученным и обиженным, и обнищалым рабочим людям? И как мне не стыдно и несовестно сознаться, все же я должен сказать правду, что я, как священнослужитель церкви Господней, сравнительно с этим рабочим людям сознавал себя вредным паразитом, отъявленным обманщиком-лжецом, в общей одежде волком, церковным ханжо и праведным фарисеем? По отношению же самых босяков, я, как священнослужитель, как вершитель тайн Христовых, хотя и из черного духовенства, также чувствовал себя их верным, непримимимым врагом и рестивым, безжалостным, коварным палачом. Каждый раз, как только я появлялся в ночлежных домах, совесть моя всегда меня мучила. Прежде всего, она мучила меня за то, что я шел к этому рабочему люду проповедовать Евангелие, проповедовать ему духовную и святую жизнь. Сам же лично я не принадлежал к этому бедному рабочему классу. Напротив, я принадлежал к классу тиранов и мучителей всего мирового рабочего народа. Кроме того, я еще принадлежал и к той касте людей, которые не только всегда брезгливо и с большим презрением относилась к этому мировому источнику Христову. Но что всего ужаснее, так это то, что эта каста, которой принадлежал я в угоду имущим классам мира всего, до сего времени сильно поддерживает самое существование этого страшного христианского рабства и абсолютно лишает его как света Христова, так и духовной братской евангельской свободы. И вот, когда я входил к босякам и начинал им проповедовать Слово Божие, в это время совесть моя пробуждалась и властно нашептывала мне. Если ты представитель церкви, проповедник евангельской правды, то ты по одному этому до самой смерти должен всем своим существом пожалеть и полюбить этот измученный, настрадавшийся рабочий люд, и как истинный ученик Христа ты должен раз навсегда оставить имущие классы, выйти из них и с пламенным глаз голым Слово Христово выступить прежде всего вообще против всякого человеческого рабства, особенно современного неслыханного христианского рабства, начав прежде всего лично себя, со своей духовной касты, с имущих классов ты во имя христианского Бога, во имя евангельской правды должен стать на защиту всех этих труждающихся меньших братьев Христовых. И вот в это время, когда ты действительно выступаешь на такое святое дело, и только тогда ты будешь иметь право и этим несчастным босякам говорить Слово Божие, теперь же ты по своему недостоинству прочь, уйди от всего рабочего людо из грязной и лицемерной душой не входи к ним, ты один из тех, которые на протяжении двадцати веков и до сего дня являются страшными тиранами, мучителями и палачами этого жалкого обнищалого людо, которых мучают, вешают и убивают, и в то же время молят Бога о спасении душ их. Так моя совесть укоряла меня, и мне было стыдно смотреть на этих несчастных босяков. Кроме ночлежных домов мне приходилось почти каждое воскресенье заранее и поздней литургии произносить проповеди в Андреевском Афонском подворье. Здесь, как ни в каком другом месте, за мной зорко следили православные миссионеры во главе с епархиальным емиссионером господином Кольневым. В их глазах я вскоре сделался каким-то подозрительным христианином. Многие из них глухо роптали на меня за то, что я резко говорил о святых, о чудотворных иконах, о мощах, о поминовении усопших, о покупке просфор, свечей и так далее. Мои проповеди на евангельские темы никому из миссионеров не нравились.